Друзья и дорогие трейдеры, всех приветствую! С вами Педром Рауфи и вы смотрите ежедневный обзор рынка, где мы разберем ситуацию, которая есть на рынке Форекса, на рынке криптовалюты и также на фондовом рынке. Спасибо, что пишете и комментируете наше видео. Те активы, которые вы нам комментируете, чтобы мы их разбирали, мы обязательно их будем иметь в виду. К сожалению, к сегодняшнему обзору я не получу никакие сообщения по этому поводу, поэтому не стесняйтесь, пишите. Если есть вопросы, либо же интересные какие-либо другие активы, которых я, возможно, не разбираю ежедневно, о них тоже пишите, я их включу в список и будем разбирать их тоже. В целом, с прошлого раза, с позавчера ничего особо не изменилось на рынках, поскольку движение, которое задалось недавно, позитивное движение, которое задалось недавно по фондовому рынку и на рынок нефти продолжается в целом. И доллар под давлением тоже так же, и золото относительно находится все-таки под давлением. Ситуация с криптовалютой тоже приблизительно такая же. Но мы все это сегодня подробно разберем на графиках и посмотрим на потенциал дальнейшего движения, где получатся развороты и есть ли вообще на виду какие-либо развороты по движениям на рынках, которые недавно привели к изменению тренда. Как мы видим, S&P 500 и Dow Jones, они уже вернулись на хаях. То есть, они даже пробили предыдущие максимумы исторические. Да, это у нас S&P 500. 4480 пробилась и цена над ней консолидируется. Насколько это хорошо? Насколько этой консолидации можно доверять в плане дальнейшего роста? Единственное, что можно всегда учитывать, это учитывать риск. И этот риск, скорее всего, заканчивается где-то в диапазоне 4460-4440. И в ближайшее время из-за вот этого сильного расхождения на часовом графике, который есть между быстрой скользящей и медленно скользящей, ее нету на 4-часовом. Все нормально. Кстати, на дневном тоже относительно этим же расхождениям цена уже давно двигается вверх. Умедленный рост. Поэтому в краткосроке вероятность снижения мы не исключаем. И это снижение, опять же, для того, чтобы взять именно диапазон коррекционного снижения, мы берем просто ближайшие поддержки, которые есть. 460-480, да, то есть 4460 и 80. В случае, если пробьется 80. А пробытие его тоже имеет значение. Мы сейчас поджимаемся к этой отметке. И в случае, если что, мы получим импульсы. И если этот импульс произойдет и закончится именно в этом диапазоне, то за этим импульсом, скорее всего, можно будет начинать снова покупки. В случае, если что. Но там тоже нужно себя ограничивать. Почему? Потому что пока цена в случае такого снижения под 4480 цена не вернется на этой отметке снова, то это не очень хорошо. И вероятность того, что цена начнет колебаться именно в этом диапазоне, тоже, конечно, большая. То есть такое снижение амплитуды, как, например, мы видим здесь, расширяющаяся формация или что-то вроде этого, да, то есть или же снижение амплитуды, консолидация, затем продолжение снижения, или же вот такая расширяющаяся формация. Или-или они оба не очень будут хорошими сигналами для дальнейшего ценового движения S&P 500. Поэтому обращайте внимание, что будет произойти. Мы поднимемся выше 4480 или же все-таки под ним будем двигаться дальше. На это нужно обращать внимание. По поводу новостного фона, к сожалению, не могу ничего сказать. Единственное, что позитив, который недавно мы получили, он продолжается. Джексон Холл на виду симпозиум. И вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку, она постоянно оказывается под какими-то там вопросами. И это и есть политика ФРС, из-за чего сейчас на самом деле это неопределенность относительно продолжается на рынках. Экономический календарь сегодняшний, он достаточно богат. Обращаю большое внимание на релизы индекса делового климата Германии. Деловая активность, так скажем, да, которая идет в минус, то есть идет на снижение. Это не очень хорошо. И американская сессия, релиз базовых заказов на товар длительного пользования. Довольно очень важный. Релиз, на него стоит обращать внимание, релизы по США уже несколько месяцев после того, как бизнес открылся, после того, как закончилась именно пандемия и сам карантин, они позитивные, они плюсовые. На это тоже обращаем внимание. И самое важное, наверное, на сегодня запасы сырой нефти. Релиз по запасам сырой нефти. И, как мы видим, от 3 миллионов баррель до 2. Минуса. То есть тут у нас, получается, идет снижение дефицита. И это не очень хорошо. Скорее всего, может повлиять на цену движения нефти. Поэтому на это тоже обращаем внимание. 5.30 по московскому времени релиз. И вернемся, посмотрим на графика. На графиках разберем эту ситуацию. Особенно сейчас. Почему? Потому что продлился вот этот позитив, который мы видим по СНП и по нефти тоже. Если я сейчас вам переключу. Вот. Этот позитив. Он продлился относительно несколько дней. С 23. Ну, пару дней. И может еще продлиться в виде импульса. В дальнейшем нужно беречь себя от рисков. То есть в случае, если мы в средние сроки работаем, то, скорее всего, дело уже сейчас не может идти о покупках именно этих двух активов или же активов, которые связаны с ними. Поэтому, скорее всего, сейчас мы можем войти в консолидацию такую масштабную относительно там нескольким дням. А затем может произойти СПА. По Дову Джонсу ситуация менее радостная. Мы не находимся над максимумами. И этот производственный индекс, он важный. СНП 500 с недавних пор относительно лежит. То есть это очень сильно леживый фактор его рост. И она просто связана с тем, что компании занимаются байбеками, а не все. Уже убыточные американские компании относительно. Единственные, кто держит СНП сейчас на хаях, это отчетности в целом компании хай-тека и сам стимул экономический. Поэтому обращайте внимание. Но лучше всего все-таки смотреть на Дову Джонс для того, чтобы передугадать, что будет дальше в целом. Почему? Потому что это более серьезный, скорее всего в данном случае индекс, который, кстати, относительно хорошо шел в последнее время в связи с одобрением стимула инфраструктурного. Но в данном случае мы видим, что сигнал по развороту на Дову Джонсе есть. Расширяющаяся формация здесь есть. И по Дову Джонсу мы можем спокойно получить этот разворот до 305 тысяч. Поэтому на этом тоже обращаем внимание. По поводу нефти, поскольку тоже они очень сильно взаимосвязаны между собой, мы сейчас будем разобрать. И вы видите, что по факту мы приближаемся, поднялись над 66 долларов, приближаемся к 68 долларам. Как эта отметка будет протестироваться, это тоже очень важно. Тут есть якобы какое-то накопление энергии, но пока еще назвать накоплением нельзя. Возможно, что мы получим восходящий импульс до 69, 68 долларов, 68, 50, 60 центов вероятность есть. Если мы получим этот импульс, это очень хороший сигнал для того, чтобы начинать шарфить. Почему? Потому что это вблизи сопротивления. Друзья, и напоминаю, что все, что мы говорим на эфирах, это не рекомендация к действию, это не сигналы, а просто мнение о дальнейшем ценовом движении. О дальнейшем ценовом движении разных активов. И эта отметка, я не знаю, насколько, это сопротивление 69-40, насколько она зеркальная, я не могу назвать ее зеркальной, но она тоже довольно сильная, ее видно просто. Протестировалась неоднократно сверху и снизу, ее видно. Насколько она историческая, тоже можно посмотреть, иметь ли это какое-либо значение сейчас, в данный момент. К сожалению, нет, потому что тут история тоже на дне не крутилась, то есть около нее не крутилась. 69-40. Лучше его в целом иметь в виду. И его ретест тоже воспринимать как ретест психологической отметки 70. То есть если с 69 развернемся, скорее всего, скорее всего, и ниже спустимся, хотя бы ниже 69-40. 20-68. 69-20 хотя бы, да, 68. Если спустимся ниже, то это будет не очень хорошо. Поэтому это все мы имеем в виду. И исходя из этого, смотрим на индекс доллара и посмотрим, что доллар может в течение дня нам дать. Это у нас облигации и вот у нас доллар. И вот, кстати, его снижение от той отметки, о которой мы говорили. Согласно среднесрочному анализу, если помните, с позапрошлого раза, вот от этого сопротивления. То есть ретест этого сопротивления сопровождалось последующим снижением, которое мы видим. На дневном графике доллар смотрится хорошо. Даже вид на отбой от линии тренда. Но насколько это, насколько это может быть дало срочно. В случае, если фондовый рынок начал падать. То есть если ему сигналы, должен показывать сигналы. Если он не показывает эти сигналы, сигналы разворота. Относительно. Еще раз можно проверить. Кстати, мы там не очень. Ну, расхождение вот это и в кратком сроке только. А в среднем сроке он не дает сигнал. И должность в целом тоже как бы в среднем сроке не дает сигналы. Единственное, что сбережение вот поддержки 200-дневной медленно скользящей линии СМА 50-дневной. И это может быть признан потому, что он может пойти вниз. Поэтому есть на должностной СМП его нету. Но СМП уже давно леживый индекс относительно очень живый. И по поводу доллара, да. В целом, если будет такая ситуация, разворот по нефти от 68-дневной, да, вниз. И дальше закрепление под 68-дневной. И по СМП 500 тоже в случае, если будет снижение там. И мы вернемся снова под... Вернемся под 4480-60, то это скорее всего сигнал того, что доллар может все-таки развернуться. Есть ли там своего рода среднесрочные, относительно картосрочные сигналы? Вот эта поддержка, которая протестировалась и здесь, и здесь. Довольно хорошо и красиво. Это по доллару. И потенциал дальнейшего роста. Но, конечно, первый этап мы возьмем просто 93 по индексу доллара. 93.20 максимум. Это первый этап просто, который в случае, если ближайшие максимумы пробьются, цена укрепится над ними, то, возможно, мы продвинемся. То есть, дальше поднимемся до 93 хотя бы. До 93.20, там, 10. Поэтому это нужно тоже иметь в виду. Согласно этот сценарий, скорее всего, по евро, по фунту и по австралийцу и новозеландцу ситуация, скорее всего, может быть относительно похожа. То есть, пока мы получаем по доллару картосрочное снижение, которое сейчас происходит с целью ретеста вот этой поддержки снова 92.96. Да? Пока она происходит, пока она делается, цены и евро, и фунта, и австралийцы и новозеландца могут подниматься чуть выше. Но на часовом графике евро, в случае, если что, мы можем просто брать отметки с целью того, чтобы ориентироваться по сопротивлениям и по поддержкам. По итогам их прорыва, пробоя, скорее всего, можно будет лучше ориентироваться. 1.17.20, 1.17.60, но мы ждем укрепления 1.17.60 в случае, если доллар будет сильно падать ниже той поддержки, которую мы показали. В случае, если этого не будет, и сценарий показывает, то есть вероятности его очень мало. В случае, если уже, скорее всего, мы просто ориентируемся так, чтобы получить ретест 1.17.50, 1.17.60, импульсивно это будет очень классно, если импульсивный ретест получим, если получим здесь поджатие к максимумам сопротивления, это не очень хорошо. И сужение волатильности, если мы здесь получим в виде там клина, конуса, да, то это тоже хорошо, в случае, если что, мы получим отбой, но не от 1.17.60, но от 1.17.40, а от 1.17.80 приблизительно, где-то вот от этой отметки, где-то здесь, в случае, если что. А в целом, если протестируется это сопротивление импульсивно, то это очень хорошо. Это признат того, что мы уже приближаемся к этому развороту, о котором перед положительно говорим. По поводу фунта, ситуация относительно похожа. 1.37, отметка довольно такая целевая. И в случае, если верхушка этого канала, либо же дно этого канала протестируется импульсивно, то, скорее всего, мы получим движение на разворот. А в случае, если мы получим поджатие к верхним границам или же к нижним границам, сейчас видно поджатие к нижним границам, но вот эта тень смущает. То есть, скорее всего, тут может идти на разворот, какой-то очень сильно импульсивный разворот фунта вверх. Это имеется в виду роста, там, краткосрочного роста и евро, и австралийца, и новозеландца, и фунта, и ретеста вот локального максимума, затем, скорее всего, у нас пад. Скорее всего. Это именно тот сценарий, на который мы ориентируемся с целью того, чтобы менять свои ставки в средние сроки по поводу движения. То есть, рост доллара, коррекционное снижение S&P и нефти. Но это все произойдет после какого-то определенного импульса. То есть, есть потенциал этого импульса. Его видно. Австралиец очень плохо его грузит. Я перехожу на Новозеландец. Тут на 4-часовом вероятность дальнейшего снижения больше видно. Мы ниже поддержки, которая протестировалась относительно зеркально. 1,046. Выше, если поднимемся, то это хорошо. Но я думаю, что, скорее всего, если поднимемся, то импульсивно, скорее всего, будет ретест этих отметок, а дальше, скорее всего, продолжится движение вниз. Это просто импульсивный ретест, спекулятивное движение в связи с того, чтобы сбрасывать мелких медведей. В данном случае. По поводу Новозеландцу разобрали. По поводу золота. 1800 протестировалось, цена поднялась над ней, но амплитуда была очень слабой. Такая ситуация относительно наблюдается в S&P 500 сейчас. Единственное, что на снижение золота сейчас, к сожалению, ставить не очень логично, потому что есть много факторов риска, которые все еще на рынках остались. И сам фондовый рынок тоже на хаях, поэтому и сам нефть тоже может идти в коррекцию очередную, нисходящую, после ретеста 70 долларов в ближайшее время. 69-69-60, а затем вниз. А если это получится, если это случится, то по поводу золота, ну, шортить золотом, это будет не самая лучшая идея. Мы сейчас под 1800 по золоту, и из-за этого в короткой сроке не можем ставить на покупку. Единственное, что поддержки локально можно взять. 1780-1785, пусть будет поддержка, которая, скорее всего, протестируется. Если сейчас, в ближайшее время, мы здесь, то есть здесь продолжится, именно в том районе, где мы находимся, продолжится движение в боковике, и мы не спустимся ниже 1780 хотя бы 6, и получим нисходящие какие-то там бары с тенями, свечи с тенями длинными снизу, в районе там 1786, то это признак того, что цена все-таки пойдет, разъедется вверх, или же протестирует 1800 снова, в ближайшем будущем, после какого-то импульсивного снижения приблизительно, да. А затем, в целом, в целесной сроке зависит от того, насколько сильно цена укрепится на 1800, либо же сниже этой отметки закрепится, пока она ниже этой отметки, поэтому ставить на покупки не очень логично. По поводу серебра, которого, кстати, попросили включить тоже в обзоры, с прошлого раза отбой от 23 от поддержки, и, как мы видим, рост пока продолжается. Единственное, что тут амплитуда тоже очень низкая, 24 доллара не пробилось вверх, пока все в боковике. То есть движение, скорее всего, в боковике будет продолжаться, смотрится надежнее, чем золото. Серьез торговли, серьез спекуляции, а золото может произойти, неладные вещи и сильные импульсы в ближайшее время, поэтому лучше с ним быть осторожным. Если что, по пробою, скорее всего, здесь есть возможности осуществить сделки, но не по отбою, то есть не лимит ордер, а именно по пробою. Стоп ордер, скорее всего, тут больше подойдет, потому что тут спекулятивные движения могут произойти, есть предпосылки вот здесь, в виде расширяющейся формации. По поводу серебра, в общем, дальнейший рост под вопросом очень сильно, снижение не так уж под вопросом. То есть, скорее всего, либо продолжение боковика 23-24, или 23-23, там 20-23, 60, приблизительно в таком боковике. Можешь продолжать движение. Доллар-франк и евро-франк, которые относительно растут, и в случае, если золото не будет даже расти, то они, скорее всего, могут продлить свой рост. Если золото начнет расти, то они не сильно так и смогут подниматься. А единственное, что для того, чтобы они снова были под давлением, нужно ослабление доллара. А ослабление доллара пока фондовый рынок на хаях и вроде бы уже консолидируется, и есть намеки на том, что оно может развернуться снова коррекционно. Не очень хорошо, но не очень вероятно. Именно само ослабление доллара США. В коротком сроке там хотя бы. Поэтому здесь, скорее всего, тоже по пробою зеркального уровня можно будет активизировать по евро. Тут, к сожалению, такой ситуации. Такую ситуацию мы не видим. Почему? Потому что евро будет под вопросом. Его рост в случае, если доллар будет расти. По поводу доллара JPY. И, кстати, еще один момент. Тут расширяющаяся формация. В целом торговать не очень-то. И хорошая идея вот здесь. Доллар Японец. Тоже, кстати, пробывает относительно зеркальную отметку. 109,80. Поэтому смотрите, ждите, что там будет. Скорее всего, если импульс прорвет еще и 109,87 хотя бы, 88, то это хорошо. Дальнейшее укрепление этим диапазоном может дать последующий толк. Толкать цену хотя бы 110,10,107 к этим отметкам, к этому диапазону. И в целом, как вы уже поняли, корреляцию в целом вы просто учитываете, которые есть между всеми этими активами. И не забываем о том, что по факту вероятность продолжения какого-нибудь импульсивного сильного спекулятивного роста на фоновом рынке присутствует, существует. Ждите, следите за новостями. Они очень хорошо, кстати, работают. Новости, которые связаны с отчетностью компании. В целом, и прогнозы, которые дают по S&P, у нас все они публикуются в Инстаграме, в Телеграме и также в Фейсбуке. Поэтому за ними следите. Сейчас неопределенно на фонаринке все еще есть, продолжается. Джексон Хоу нужно подождать, что там будет, что там ФРС снова скажет. И эти все новости тоже, кстати, следите за ними, посмотрите. Они задают тренды среднесурочные довольно хорошие, исходя из которых я сам работаю тоже. Поэтому не забудьте, пишите обязательно комментарии, пишите, наверное, тоже мне... название тех активов, которые я забыл сегодня разобрать. Или же хотели, чтобы их тоже разбирали по целу. Не забудьте, если не подписались на канал, тоже подпишитесь. Тут есть очень много разного вида видео, которые публикуются ежедневно от разных экспертов. И они все на самом деле будут очень вам нужны в цели дальнейшего развития. Или чтобы хотя бы более-менее вникнуть по-быстрому, не потеряв сильно много времени в том, что происходит на рынках, для того, чтобы ориентироваться, что делать дальше с инструментами, с которыми вы работаете. И обязательно публикуйте внизу, комментируйте те инструменты, которые вас интересуют, чтобы мы их тоже разбирали. Спасибо, что посмотрели этот эфир. До следующего эфира, до завтра. Всем хорошей дороги, пока. Субтитры сделал DimaTorzok